Библейский портал экзегет.ру представляет Это мы уже знаем. А потом братья к нему пришли, и тут он их и пристыдил. Точка. Очень простой сюжет, правда? Вот я сейчас в одном предложении выразил эту основную мысль. Здесь 42-я, 43-я, 44-я, 45-я, а потом еще последствия этой истории. 46-я, 47-я, 48-я, 49-я. Куда так много? У нас на сотворение мира меньше ушло. На историю про завет Бога с Авраамом меньше ушло. На всю жизнь Исаака отца Иосифа. Да, пожалуй, на всю жизнь деда Иосифа, на всю жизнь Якова его отца ушло меньше. Зачем вот эта история так развернута? Просто потому, что она яркая, интересная. Это, правда, очень такая яркая литература. Может быть, из-за того, что в Египте вообще очень любили такой жанр, как сказки. Египетские сказки до нас дошли. Получительные истории про приключения разных людей, которые проходят через опасность, отправляются в путешествие, потом находят свое место в мире. Роман об Иосифе, как можно назвать эту часть, «Бытие» очень хорошо совпадает по основным параметрам с этим жанром, да, повествования египетские. Но есть еще, мне кажется, здесь очень важная причина. Это роман о предательстве и прощении. Не так ли? Братья предали своего брата. Он их потом простил. Но опять я в двух словах пересказал основную идею. Не так ли? Ну, молодец, хорошо сделала. Они сделали плохо, но потом покаялись, извинились перед ним. Не так ли? А как это было? Вот что такое прощение? Я сейчас сказал очень легко, да? А если есть у человека опыт серьезного, настоящего предательства? Вот не кто-то там что-то про него плохо сказал или там где-то чего-то ему там не дал, он обиделся. А вот когда действительно очень близкий человек для тебя делает страшную гадость, это мало кому довелось испытать в жизни. Как это простить? Очень тяжело. И с другой стороны, если это простить, то этот человек, он так и привыкнет дальше жить. Он поймет, что, а, ничего страшного, давай я и второй, и третий раз. В конечном итоге, а с чего начинается у нас, вообще-то говоря, вот все эти истории завет, ветхий завет, зачем он нужен? Потому что люди не послушались Бога. Слово предать, не знаю, можно ли здесь употребить по отношению к Богу, но вышли из договоренности, из завета, который с ними был заключен, из его воли. И скрыли это и не пожелали извиниться. Братья вышли тоже из этой договоренности друг с другом, из завета с Богом, и продали своего брата. Что с этим делать? И может быть, рассказ о том, как братья Иосиф встречаются заново, нам подскажет, как человек и Бог могут встретиться заново. Ну, я напомню, в Египте семь лет было изобильных, как, впрочем, и в окрестных странах, потом семь лет голодных, то же самое везде. И Иосиф собирал во время этих сытых лет зерно, а когда настали голодные, то люди стали к нему приходить, чтобы он им продал. Узнав, что в Египте есть зерно, Иаков сказал сыновьям, а Иаков у нас еще жив, прародитель израильского народа. Что смотрите друг на друга? И продолжал, говорят, в Египте есть зерно, отправляйтесь туда и купите зерно, чтобы нам не умереть с голода. И десять братьев Иосифа отправились в Египет за зерном, только Вениамина, его родного брата, Иаков, от себя не отпустил, как бы с ним не стряслось беды. Помните, Иосифа Иаков любил особенно сильно, а Вениамин, он еще маленький мальчик в тот момент, и, ну, тут не сказано, сколько лет, но, впрочем, семь плюс семь — четырнадцать, да, они еще не прошли целиком, ну, лет десять, и сколько-то Вениамину было в то время. Ну, да, где-то там подросточек он, да. И Иаков хотя бы одного оставляет у себя, опять любимчик у него. Сыновья Израиля оказались в толпе просителей, пришедших в Египет за зерном, ведь от голода страдал весь Ханаан. А правителям страны, куда они пришли, был Иосиф, если вдруг забыли. Он и занимался продажей зерна. А братья подошли и простерлись перед ним ниц. Он посмотрел на них и узнал. И все им выдал, да? Нет. Но он притворился чужим и сурово спросил их, откуда пришли. Из Ханаана за зерном ответили те. Иосиф узнал своих братьев, но они-то его не узнали. Он одет по-египетски, он говорит, наверное, на египетском языке, живя в этой стране уже долгие годы. И вообще там вельможи египетские, как в нем признать парнишку, которого они в рабство продали. Вспомнил Иосиф свои сны про них и сказал, вы лазутчики, пришли разведы, где наша страна уязвимее всего. Как всегда, обвинение в шпионаже. Да, вот стандартное обвинение, ты шпион там Испании, Японии, Китая, Занзибара, неважно, и все в тюрьму. Нет, господин, отвечали они, мы рабы твои пришли за зерном. Мы все братья, дети одного отца, люди честные. Мы рабы твои никогда лазутчиками не были. Нет, сказал Иосиф, вы пришли разведы, где наша страна уязвимее всего. Зачем он это делает? А вот сейчас узнаем. Нас, рабов твоих, 12 братьев, отвечали они. Мы все дети одного отца из Ханаана, младший сейчас с отцом, а одного из нас уже нет. Ну да, так. Как-то вот так вышло, что одного из нас уже нет. Ну там ее в рабство продали, но это детали, мы не будем о ней говорить. Ну вот, сказал Иосиф, я же говорил, вы лазутчики. Но мы вас проверим. Клянусь жизнью фараона, пока ваш младший брат не придет, вас отсюда не отпустят. Пошлите за ним кого-нибудь одного, остальные пока будут под стражей. Вот и посмотрим, правдивы ли ваши рассказы. А если нет, значит, вы лазутчики, клянусь жизнью фараона. Иосиф посадил их на три дня в тюрьму. Чего он добивается? Вместо того, чтобы сразу их отругать, наказать, может быть, да? Смотрите, его предали все десять, кроме Вениамина. Вениамин его более родной брат, потому что он от той же матери, да, от Рахиля. И Вениамин в этом не участвовал. Ему, на самом деле, Вениамин остается братом. Эти все уже нет, они, как они его продали. И он говорит, приведите мне Вениамина. И, наверное, он думает, так, посмотрим, если приведут, отлично, я буду здесь с Вениамином, с моим любимым братишкой. А эти все, вот что он с ними сделает? Он может их по-любому наказать, да? Они полностью в его власти. Посмотрим. На третий день он сказал им, сделайте, как я скажу, и будете жить, ибо я боюсь Бога. Если вы и вправду честные люди, пусть кто-нибудь один останется в тюрьме, остальные отвезут зерно для своих голодающих семей и вернутся ко мне с младшим братом. Если ваши слова подтвердятся, то вы не умрете. Смотрите, как интересно, что он сейчас делает. Он их подвергает испытанию. А как вы поведете себя сейчас? Вот вы предали братские узы. У вас отличная возможность сделать то же самое, да? Одного у кого-то продайте, предайте, бросьте здесь. Я его тут казню. Ну, вы же не знаете, кто я такой. А вы с зерном поедете домой, все отлично. Или вы вернетесь его вызволить. Вы продадите еще одного брата или нет? Он не хочет им мстить. Если вы предатели, все, отправляйтесь назад. Я не буду даже за вами гнаться или что-то делать. Я просто буду знать, какие вы. Вы тогда исчезнете из моей жизни. Ну, в идеале приведете Вениамин. Они подчинились. Это нам возмездие за брата, говорили они между собой. Ведь мы видели его горе, но не сжалились, как он нас не умолял. Вот и теперь к нам пришло горе. А Рувим добавил. Помните, Рувим не хотел его ни убивать, ни продавать. Он не стал с ними спорить, что спорить с дураками, когда они бушуют. А он сказал, посадим его там в яму, а потом хотел его вытащить. Но тоже виноват, что мог бы все-таки встать к груди и сказать только через мой труп и, наверное, как-то бы возразить. Рувим добавил. Разве я не говорил вам, не делайте мальчику злово. Но вы не слушали, а теперь мы расплачиваемся за его кровь. Не знали братья, что Иосиф понимает их разговор, ведь Иосиф говорил с ними через переводчика. А Иосиф отошел в сторону и заплакал. Смотрите, с чего начинается покаяние братьев. Оно начинается с признания греха, с осознания личной ответственности за грех. Еще перекладывание вины Рувим говорит. Это вы виноваты, вы меня не послушали. Как Адам говорит, это Ева мне дала яблоко, а Еву ты мне дал сам. Господи, поэтому какие ко мне претензии, я вообще тут ни при чем. Так Рувим пока рассуждает. Но, по крайней мере, они поняли, что это было мерзко. Вот с этого начинается поворот к покаянию. И как бы хорошо, если бы тут все состоялось. Нет, покаяние это долгий и трудный процесс. И примирение. И смотрите, Иосиф заплакал. Понятно, ему тяжело это вспоминать. И еще неизвестно, что произойдет. Он полон эмоциями, но он не выносит пока решения. Потом вернулся, снова говорил с ними. А потом выбрал Симеона и велел связать его на глазах у братьев. Почему Симеона? Неважно. В конце концов, кого-то одного. Неруима, который хотя бы признал, что это было плохо. Потом распорядился наполнить им веки зерном, каждому положить обратный мешок, его серебро, то есть бесплатно. Они пришли с деньгами, они и зерно получили, и деньги. И дать еды на дорогу. Еще более того, им и бонусом паек. Так и было сделано. Братья нагрузили зерно на ослов и отправились домой. Смотрите, он дает им все то, что им нужно, и более того, не дожидаясь покаяния. Он не ставит условия, вот вы сначала покайтесь, мерзавцы, а потом я вас прощу и продам вам зерно. Он дает гораздо больше, чем они хотят. Может быть, это тоже о том, как Бог и человек действуют друг с другом. Ночью на привале один из них развязал мешок, чтобы задать корм ослу, и увидел свое серебро. Вот оно сверху. Мое серебро снова у меня, сказал он братьям. Вот оно сверху. Сердце у них упало. Задрожав, они стали спрашивать друг у друга, что же это такое творит с нами Бог? Смотрите, они пугаются его доброты. Вот человек после грехопадения боится благодати Божией. Она ему кажется непредсказуемой, опасной. Он же спросит за это. Он же догонит сейчас, накажет, убьет, отнимет все. Он не отнимает, он дает почему-то. Как это? Что это? Как это неудобно, как-то плохо. Ой, я боюсь, я туда больше не пойду. Вернувшись к Ханаан, к отцу братья рассказали ему все, что с ними приключилось. Человек, который правит в той земле, говорил с нами сурово и принял нас за лазутчиков. Мы сказали, что мы люди честные, а не лазутчики, и что у нас 12 братьев, все дети одного отца, а что одного брата уже нет, а младший сейчас с отцом в Ханаане. Но он ответил нам, я проверю, правда ли вы сказали, задержу одного из вас, а остальные пусть отвезут зерно своим голодающим семьям и возвращаются ко мне с младшим братом. Вот тогда я проверю, поверю, что вы не лазутчики, а честные люди. И брата вашего отпущу, и разрешу вам свободно странствовать по всей нашей земле. Смотрите, чем продолжается их покаяние? Честным рассказом. Да, вот они тогда отца обманули, сказали, зверь разорвал, вот его одежда, а здесь они рассказывают все, как было. То есть человек, прежде всего, должен вернуться на землю, вот встать ногами на свою землю, объяснить самому себе, что происходит, и другим об этом рассказывать. Пока этого нет, он живет в мире фантазии. Они стали выкладывать вещи из мешков, и у каждого в мешке оказался кошель с серебром. Увидев это, и братья отец пришли в ужас. «Вы отнимаете у меня сыновей одного за другим», сказал им Иаков. «Иосифа нет, Симеона нет, Вениамина забирайте. Все беды на меня». Смотрите, он уже списал Симеона. Ну, Иосиф, он решил, что сожрали зверя, а Симеон-то в рабстве пока, но он жив. Рувим ответил отцу. «Двух сыновей моих можешь убить, если я не приведу Вениамина обратно. Доверь его мне, и я верну его». Смотрите, Рувим берет на себя ответственность, он раньше ее не брал. Он сказал, «Это вы там, я вам говорил, вы не слушали». А теперь он говорит, «Я обещаю тебе». Раньше он не уберег, Рувим старший. Почему он так себя ведет? Он старший. И с него спрос с первого. Он говорит, «Двоих сыновей можешь убить». Он пока ничего не понимает, кроме убийства. «Вот, папа, ты двоих своих сыновей потерял, ну, двоих моих убей, своих внуков. Тебе же надо как-то отомстить кому-то за это». Понятно, это дикая логика. Она, ну что, Иаков будет с удовольствием убивать своих внуков, чтобы вот как-то разрядить обстановку, да? Нет, конечно. Но хотя бы в рамках этой дикой людоедской логики он принимает на себя ответственность. Это очень важный шаг для человека. «Нет, — сказал Иаков, — не пойдет с вами мой сын. Его брат мертв. Вениамин один у меня остался. Как? У него еще десять сыновей, да? Ну, один там в тюрьме сидит. Что, если в пути с ним случится беда? По вашей вине я, седой старик, от скорби сойду в шеул». То есть вот любимчик на самом деле у него один. Он не скрывает это от своих братьев, от своих сыновей. У братьев есть все основания не взлюбить Вениамина еще хуже, чем раньше Иосифа. Правда? Конечно же. Вот они попадают в ситуацию, видимо, Иосиф представляет себе эту картину, в которой они возвращаются в ту же точку выбора. Очень часто человек, который сделал какой-то неверный выбор, а иногда целое общество, возвращается в ту точку, где этот выбор был сделан, на каком-то новом витке, на каком-то новом уровне. И им предлагается, этим людям, сделать выбор заново. Иногда много раз подряд. Вот какой выбор они сделают здесь. Вот почему, мне кажется, так много места занимают эти главы. Это не история про подробности только вот семьи Иакова и отношения братьев между собой. Это история про то, как работает прощение и примирение.